Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и меня как-то раз попросили снять видео на эту тему. Это, несомненно, важно. И сподобилось я снять видео на эту тему только сейчас. Прости, Надя! В общем, вот эта тема, которую, по-моему, уже каждый человек с тоннелями изжевал, искусал, обсосал и выплюнул. Но, быть может, я расскажу чуть-чуть подробнее. Может. И тема эта, как растягивать тоннели. Не, она серьёзная. Сначала я расскажу вариант тяги тоннелей для бедных, таких как я. Как я себе тянула тоннели. Я не покупала такой колышек, только маленький, нет. У меня на это не было денег. Я просто брала и в день вставляла по одной новой серёжке, то есть, ну, не вынимая старую. То есть, есть такие бижутерные серёжки с таким крючочком. И вот ты вставляешь там две или три, и потом четыре, потом пять, потом шесть. И потом ты обнаруживаешь, что у тебя в эту дырочку, дырочку, вмещается черенок от маленькой кисти. Что ты делаешь дальше? Ты берёшь левую миколь и тянешь. Ну, то есть, вынимаешь серьги и впихиваешь туда черенок от кисти. И тянешь. С левой миколью. Обязательно. Там некоторые говорят, что нужно промывание, но я на самом деле тянула исключительно с левой миколью, на матовую на кисть скотч. Ну, эту синюю изоленту. И в конце концов, так дотянула, по-моему, до шести миллиметров. Потом я купила вот подобную штучку. Вот такую вот эту улитку. И я поняла, что улитками тянуть очень некомфортно. Именно мне. Это, если что, это просто идёт как украшение. Улитка выглядит по-другому. И я не уверена, что ей вообще можно тянуть. В профессиональных салонах вообще тянут вот такими колышками, которые постепенно расширяются. Но наши люди, они как бы... Им всё равно. Они тянут сразу. Врачи рекомендуют растягивать ухо по одному миллиметру в месяц. Я же за четыре дня растянула до десяти миллиметров. Да, здорово. Класс, кайфно. И сегодня я вам покажу живой пример, как можно растянуть ещё на два миллиметра. Вот эта вот писечка, она имеет диаметр 16 миллиметров. Колышками по мне так тянуть легче, потому что у них есть такие резиночки. И если что, если тебя немного потянут в ту или иную сторону, тебе не будет больно и дискомфортно. Что я делаю? Ну, короче говоря, вы должны быть готовы вот к такому. То, что у вас будет. Я думаю, не все хотят это видеть. Сейчас я расскажу несколько особенностей всей этой штуки. Ну, я растягивала изначально для того, чтобы усыпать туда кисточки и сигареты. Две сигареты сюда, две сигареты сюда. Итого у тебя уже четыре сигареты с собой. Это удобно. Это удобно. Тоннели затягиваются, если они меньше, либо равны одному сантиметру. То есть, если у вас тоннель 1 сантиметр, а это 10, вы можете, когда вам надоест тоннель, его просто вырыть, походить так, помазать немножко, попарить, и он у вас стянется. Стянется фактически до обычного прокола. Ну, до обычного прокола может даже, ну, чуть дольше будет стягиваться. Это уже просто зависит от того, насколько ваша мочка отвезла и привыкла к тоннелям. Для того, чтобы легче растянуть, я знаю, некоторые говорят, что лучше использовать хлоргексидин, чтобы промывать, да, там, депантенолом мазать, ни в коем случае не мазать левомиколью. А я скажу вам, вот нифига, депантенолом надо мазать исключительно татуировки. Ну, депантенолом и бипантеном, потому что от бипантена они быстрее заживают. А левомиколью надо обязательно мазать проколы, если вы не хотите, чтобы у вас было заражение или нагноение какое-то, потому что она настолько ядреная, она настолько убивает микробы, что, честно говоря, она даже снимает лак с ногтей. И я сейчас в большой-большой печали, что не нашла левомиколью, нашла только депантенол. Вот, левомиколь, по-моему, даже и резину разъедает, и если вы будете мазать ей проколы, то они у вас нормально заживут. Насчёт имплантов и каких-то вживлений, там, ну, типа, основания под кожу и снаружи какой-нибудь там этот бриллиантик, дермала, по-моему, называется, да, микродермала. Насчёт этого я не знаю, я себе не делала, и как бы не хочу это себе делать, потому что практического применения этого я не нахожу, если только рога. А физически это может очень сильно вам мешать. Так, смотрите. Вот эта вот штучка, это бякушка, это майонезик, это депантенол. И мы запихиваем его в нашу дырочку. Он очень большой. И мне кажется, сейчас я его, ну, не смогу растянуть. Ну, в общем, вам надо промазать и постепенно-постепенно его впихивать. А возможно, вполне возможно, что вам будет удобнее и легче тянуть улитками. Ну, спиральками вот этими. Но мне по-хорошему удобнее клыком тянуть. Может, он и не называется клык или кол. В общем-то, ладно, мне сейчас не особо важно это впихнуть прям совсем, потому что это будет больновато. Это надо в течение дня или в течение даже двух дней аккуратно вкручивать. Вот именно такое. Потому что иначе у вас может не получиться, вам может быть очень больно. И если вы уже растянули там больше сантиметра, больше полторашки сантиметров, то есть такой вариант, что если вы сразу будете тянуть на большой размер, ну, то есть там от полторашки, да, допустим, до трешки, марафон за неделю, то есть шанс, очень большой шанс порвать мочку. А мы этого не хотим. Потому что если мочка рвётся, вот эти штучки обрезаются, мочка сшивается и всё. Ну, как бы так и происходит, в принципе, и коррекция тоннелей, и зашивание тоннелей. Так что вы сто раз подумайте, прежде чем делать себе тоннели. По крайней мере, если вы не хотите делать, допустим, татуировку, только потому, что знаете, что она вам может надоесть. Это вам тоже может надоесть. А, да, забыла сказать, что если вы немножко надорвёте мочку, пока будете вот это вот всё делать, у вас может образоваться какая-нибудь фигня, вот, типа, вот такой. Или нагноение, если вы не будете мазать левыми колью и промывать. Поэтому решайте, пожалуйста, не в попыхах, а в течение нескольких дней, может, даже недели или месяцов, надо ли действительно это вам, чтобы потом не было, что вот я сделал, а теперь хочу убрать. Вы просто потратите деньги, силы, нервы, и всё, что только можно потратить. Как делаются в ванночке? В аптеках продаётся эфирное масло. Но я покупала его в фикс-прайсе, потому что у него объёмчик немножко побольше. Вот это масло пихты. Разумеется, можно использовать абсолютно любое эфирное масло, которое имеет запах. Хотя мне больше нравятся цитрусовые. Ну, там, например, какой-нибудь лимончик, мандаринчик, апельсинчик. Ну, и запахи такие розовые. Ну, ещё пряности некоторые. Вы капаете в тёплую водичку пару капель. Либо, когда моетесь, наносите на палец там тоже одну-две капли эфирного масла и протираете тоннели ваши. Изнутри, снаружи, там, всякие массажки делаете. Но это нельзя делать сразу после того, как вы их растянете. То есть, пока он будет заживать, вы лучше носите свою тяжку, которой вы пользуетесь. Либо купите плагу, и у вас, конечно, будет жуткая боль, чтобы её вставить, потому что ваше ухо ещё не зажило. И оно хочет немножко покоя, любви и тишины. Ну, так что, я не знаю, оно у вас может не впихнуться сразу-то вот. Если так вставить, не впихнуться может. Может немножко меньше размер оказаться, да. Также несколько капель эфирного масла можно мазать на деревянной плашке, их потом уже вставлять в ухо, и запах будет не сам по себе уходить, но будет уходить. Всё-таки у меня ещё есть ощущение, что я что-то забыла рассказать именно о тоннелях. Ещё может быть вот такой нюанс, что ваши родители или какие-то знакомые, или, может быть, даже ваш парень или девушка это не одобрит, потому что им не нравятся тоннели, ибо когда ты их снимаешь, твоё ухо выглядит как куриная задница. Но мне нравится. Могу даже продемонстрировать. На маленьком тоннеле, конечно. Вот, короче, как-то так, а большие они ещё начинают так скукошиваться немножко или отвисать, и, в общем, я не знаю, надо ли это вам. Подумайте над своим решением хотя бы пару-тройку месяцев. Возможно, это просто спонтанность. Хотя, в целом, я, в принципе, сказала основные важные вещи, которые надо было сказать. Так что, если у вас появятся какие-то ещё интересующие вас вопросы по этой теме, вы можете, конечно же, задать их в комментарии, если у вас всё это открыто на Ютубе. Если вы будете резко тянуть ухо, и особенно если вам неправильно прокололи, там, не в центре или ещё как-нибудь, у вас может порваться мочка. Усвоили вот эту вот информацию, да? Если мочка у вас будет очень тонкая, или у вас от природы очень тонкая мочка, и вы решили тянуть туннели, ни за что не тяните большие. Сантиметр, там, сантиметр и два миллиметра для вас это может быть самый максимум. Потому что мне лично не хотелось бы, чтобы у моих подписчиков были порваны уши из-за того, что они просто решили повыпендриваться там, ну, я не знаю, как это сказать. Просто из-за того, что они сделали что-то неправильно, или они не знали каких-то маленьких нюансов, которые я могла упустить. Вот. И в заключение хочу сказать такую вещь. Как бы, не так давно я наткнулась на видео на коняшке, где она говорила, что уши нельзя ничем обрабатывать, кроме мирмистина. Окей, я обрабатывала это ухо мирмистином, когда начала растягивать, и три дня оно у меня держалось опухшим, было дико больно, то есть дико больно спать, находиться на улице, носить шапку, наушники и так далее, и тому подобное. Единственное, что меня спасло от всей этой байды, это то, что я все-таки купила новый левомиколь, да, вот он, и начала мазать ухо. И вот, вот сейчас оно в таком состоянии, то есть, ну, тут немножко еще есть припухлость, но это уже, скорее всего, из-за того, что мне неправильно его прокалывали, потому что она уже не болит. И вот за два дня левомиколь снял вот эту вот всю отечность, всю... За два дня левомиколь снял всю отечность, убрал вот эту вот опухшую хрень, и мое ухо больше не болит. Поэтому я считаю, что не всем... Поэтому я считаю, что не всем подходит обрабатывать проколы и тоннели миромистином. То есть, для некоторых все-таки нужен левомиколь. Но перед этим, конечно, следует, наверное, проверить, есть ли на него аллергия. Да. И я думаю, что такое видео, которое я сейчас сняла, есть фактически у каждого жителя Ютуб, кто растягивал уши. Так что всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было полезно это видео. Даже если вы не хотите тянуть тоннели, вы просто узнали о некоторых, так сказать, проблемках людей, у которых есть тоннели. Если вам понравилось это видео, если... Опять же, если оно вам было полезно, ставим лайки. Если у вас ко мне лично неприязнь, или вы считаете, как всегда, что я полная добра-дам, ставим дизлайки. Я посмотрю, сколько таких людей. Может быть, даже мне с ними удастся пообщаться. Я знаю, насколько они умны. Собственно говоря, как я говорила ранее, задаем вопросы в комментарии, возможно, пишем какие-то пожелания о следующих видео. Также делимся с друзьями. Возможно, у вас есть какие-то друзья, которые хотят растянуть свои ушки, но не знают, как это сделать. И всем большое спасибо за просмотр, и пока!